Договоры коллективной безопасности Мы отмечаем 30-летие подписания договора коллективной безопасности и 20-летие создания организации договора коллективной безопасности. Для нас большая честь в этом юбилейном году приседательствовать в нашей организации. Вы знаете, что мы это неоднократно обсуждали. Повышение эффективности ОДКБ является одним из важнейших приоритетов нашего приседательства. Мы считали и считаем, что нужно улучшать механизмы быстрого и кризисного реагирования на конкретные ситуации. И я хочу заметить, что в принципе у нас есть, имеется правовая база по этому поводу тоже. И в 2010 году, 10 декабря, решением Совета коллективной безопасности, Организации договора о коллективной безопасности, принято положение о порядке реагирования Организации договора о коллективной безопасности на кризисные ситуации. Я думаю, что вот этот документ, в общем, довольно понятно формулирует те механизмы, которые существуют в нашей организации. И там, в частности, предусмотрено, что мы должны считать кризисной ситуацией и как мы должны реагировать на это. И хочу обратить ваше внимание, что есть еще и такое понятие в этой положении, как миссия, которая формулирована следующим образом. Группа специалистов государств-членов, состоящая из представителей государств-членов ОДКБ, назначенных в соответствии с настоящим положением и временно направляемая в зону кризисной ситуации с целью проведения мониторинга обстановки, определения положения дел на месте и выработки предложений о дальнейших мерах организации по предотвращению урегулированию кризисной ситуации, а также реализация иных функций, определенных Советом коллективной безопасности ОДКБ. Еще хочу обратить внимание, что во второй главе этого документа есть глава, который называется «Мониторинг», и секретарят ОДКБ на постоянной основе осуществляет сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях развития обстановки в зоне ответственности организации в целях выявления предпосылок кризисных ситуаций. Почему я об этом говорю? Вы знаете, что еще в прошлом году, в мае месяце, вооруженные силы Азербайджана вторглись в нашу территорию, и в связи с этим мы обратились к ОДКБ, и я неоднократно об этом говорил, и как председательствующий я хочу подчеркнуть, что нужно этот вопрос как следует обсуждать. Почему? Потому что мы видим, что агрессивные заявления со стороны Азербайджана продолжаются, и мы этот вопрос должны обсудить, особенно учитывая, что Армения обратилась к ОДКБ. Я думаю, что это действительно и для нас, и для организаций очень принципиальный вопрос. И я хочу заметить следующее. После вторжения азербайджанских сил в нашу территорию были некоторые комментарии о том, что нет демаркированной и делиментированной границы между Арменией и Азербайджаном. Честно говоря, это довольно-таки опасная формулировка, потому что мы говорим «зона ответственности организации коллективной безопасности». Если мы говорим, что должны учитывать те границы, где были проведены процессы демаркации и делимитации, это может как бы размыть понятие «зона ответственности ОДКБ», потому что поднимается вопрос, а где начинается зона ответственности ОДКБ и где заканчивается зона ответственности ОДКБ. Наша позиция в том, что между Арменией и Азербайджаном существует конкретная граница, потому что в 1991 году, когда было создано Содружество независимых государств, было подписано межгосударственное соглашение, и там четко расписано, там определено, что страны обоюдно признают границы между собой, которые существуют. Это имеется в виду административная граница времен Советского Союза, и я думаю, что мы должны исходить из этого. Обратное комментирование или интерпретация этой ситуации, я думаю, что понизит эффективность, в общем, ОДКБ. И я надеюсь, что вот в течение этой встречи эти нюансы тоже во время вашего заседания тоже обсудятся. Недавно в Москве, когда был неформальный саммит ОДКБ, я поднимал этот вопрос, мы начали обсуждение, и я хочу еще раз, как председательствующий, поручить генерального секретаря ОДКБ, чтобы как в соответствии с нашими уставными документами организовать этот вопрос, потому что я думаю, что у нас в регионе ситуация сейчас, в общем, можно сказать, стабильно напряженная, но я думаю, что те заявления, которые слышны из уст официальных лиц Азербайджана, эти заявления настораживают, и я думаю, что этот вопрос мы должны обсудить в формате ОДКБ. Еще раз позвольте поприветствовать вас, очень рад вас видеть, и очень рад той динамике, которая после ковидного времени появилась у нас в ОДКБ, потому что в течение двух лет мы фактически очень мало общались в очных форматах. Конечно же, мы продолжали работать в онлайн-режиме, но я думаю, что все мы согласны, что вот такие встречи и общения, они очень важны для нашей работы, и я очень рад, что вот мы вернулись к этому режиму, это случилось в год нашего председательства, и в этот очень важный юбилейный год. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok